Дорогие гости, дорогие участники, позвольте начать. Я очень рад, что вы сегодня пришли к нам на День этих дверей. Программа юриспруденция Legal Liberal Arts, RankX и Высшей школы правоведения. Меня зовут Булат Назмудинов, я директор этой программы. Сегодня у нас в зале Олег Владимирович Дайцев, руководитель Высшей школы правоведения, на базе которой реализуется эта программа. И студенты этой программы, которые могут уже более формально, может быть для вас более интересно рассказать об этой программе изнутри. И сначала выступали Владимирович, потом выступил я, и затем уже дадим слово студентам. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их голосом, включайте камеры, если вам удобно, можете задавать их в чат. Скажите, пожалуйста, вот именно гости хорошо слышно нас? Дорогие гости, хорошо слышно нас в целом? Подайте знак, вы здесь. Да, Гриша говорит. Да, нам кажется, да. Отлично, замечательно. Тогда дадим слово Олегу Владимировичу. Олег Владимирович, пожалуйста, вам слово. Олег Владимирович, звук забыли? Да, наши уважаемые бутериенты, родители бутериентов, если вы нас смотрите, добрый день. Мы приветствуем вас в нашем виртуальном зале президентской академии. И я скажу несколько слов действительно об этой программе, о самой высшей школе правоведников в факультете. Просто для того, чтобы вы понимали, что тот выбор, который вы собираетесь сделать, он является действительно правильным. И самое главное, точно никто не прогадает, если поступит к нам в высшую школу правоведения на программу Лигу Либерал Аркс. Наша высшая школа правоведения существует достаточно давно. Наша история насчитывает более 20, даже 25 лет. Традиционные программы обучения для взрослых пришли к возможности обучения наших бухгалавров. И Лигу Либерал Аркс – это последний проект, который мы делали в 2019, надо сказать, важно, прямо перед пандемией, перед пандемийным годом. Это проект достаточно успешный. Те почти 40 человек, которые к нам поступили, они действительно являются нашей гордостью, и мы ребятами гордимся. Несколько слов о программе. Несколько слов о программе. Наша программа Лигу Либерал Аркс родилась не случайно. Родилась не случайно, и что для нас очень важно, интересно, и, как мне кажется, можно сказать, даже приятно, программа велась в ходе определенных социологических и таких научно-практических изысканий. В 2019-2020 году активно работала комиссия Ассоциаций юристов России по высшему юридическому образованию в Московском отделении Ассоциаций. Мы с коллегами собирались буквально каждый месяц и, что называется, генерили разные идеи по поводу того, как же нам сделать наше юридическое образование лучше, конкурентоспособным, чтобы оно было на российском рынке, на мировых рынках. Как сделать так, чтобы наши юристы действительно были достойными юристами, ну и прежде всего людьми. И в ходе вот этих обсуждений, которые, я повторю, длились на практический год, родилась концепция, во всяком случае, вот у нас с Булатом Венеровичем, родилась концепция программы, которую мы назвали Legal Liberal Arts. Почему так, расскажет Булат Венерович. Ну, а здесь я подчеркну то, что программа имеет с собой достаточно хорошее социологическое и научно-практическое обоснование. Булат Венерович, я слово передаю вам, а вы дальше про особенности программы, ну и ребята расскажут, наверное, про то, как вы учатся, какие у них вы проводите. Владимир Владимирович, благодарю вас, большое спасибо. Друзья, тогда я более подробно буду сейчас говорить о программе. Программа стартовала в прошлом году, да, в 2021 году был первый набор. Мы набрали две академические группы, всего сейчас учится 37 человек. То есть программа вроде бы пока небольшая, но у нас планы амбициозные. Мы хотим, конечно, прежде всего, заготочиться на качестве, на количестве. Сейчас я продемонстрирую экран, и мы с вами будем смотреть на презентацию. Мы сегодня обсуждаем программу, на которой есть пять бюджетных мест. То есть пять бюджетных мест – это те места, которые финансируются из российского бюджета. Плюс у нас еще есть два места, которые финансируются за счет академии. То есть это те места, на которые студент вступает, учится бесплатно. И в этой ситуации важность в том, что, чтобы эти места сохранить, нужно учиться без двоек. То есть в этом смысле учиться замечательно так, чтобы и получать никаких неудовлетворительных оценок. Сама программа состоит из… Прошу прощения, да, я запустил демонстрацию экрана. Видно ли презентацию на крыле? Видно презентацию, да? Да, видно. Ага. Значит, программа состоит из нескольких блоков. Прежде всего хочется сказать, что эта программа все равно юридическая. То есть слово юриспруденция, legal liberal arts, подразумевает, что программа содержит в себе все базовые юридические предметы. Начиная от теории права, от истории права России из урбежных стран, от философии, заканчивая правом финансовым, правом административным, правом уголовным, правом гражданским. То есть те, кто поступает к нам на программу, они учат те юридические дисциплины, которые традиционно находятся в виде российского юридического образования. Понятно, что какие-то вещи мы сократили, например, не очень большой курс по криминалистике и криминологии. Для чего? Для того, чтобы имплантировать, включить в состав программы те предметы, которые, на наш взгляд, могут сделать образование юристов более панорамным и более интересным с точки зрения содержания. То есть то, что называется liberal arts, свободное искусство, так называемый свободный мокловый ряд, конечно, для юриспруденции целиком невозможно. Но есть отдельные предметы, отдельные моменты, которые позволяют связать юриспруденцию с чем-то еще. По крайней мере, мы постарались уже на втором году обучения, в этом смысле, создавать специализацию, определенную специализацию, которая подразумевает изучение, допустим, корпоративной юриспруденции, академической юриспруденции или юриспруденции глобальной. Об этом я сейчас подробнее расскажу. То есть уже со второго курса, наряду с базовыми предметами, у вас есть профилизация. Кроме того, хочется сказать, что со второго же курса, если я выделил этот момент отдельно, есть дополнительная образовательная траектория. То есть вы можете выбрать один из четырех дополнительных профилей. Это может быть экономика, это может быть логоналистика, это может быть зарубежное регионное ведение, и это может быть психология. То есть вы на втором курсе выбираете не только свою юридическую нишу, но еще и выбираете дополнительную георетическую историю. Кроме того, вот эта история, связанная с либер-вардс, подразумевает, что мы берем те курсы, которые традиционно идут в свободном бакалавриате и нескольких адаптируем для юриспруденции. В частности, есть курс по великим книгам правоведения. Вот у нас первое такое занятие проходило уже в первом полугодии у ребят. Они, может быть, подробнее об этом расскажут. Читали книги «Борьба за право» Рудольфа фуньеринга, известная книга. Читали книгу Майкла Сэндлор «Справедливость», что такое справедливость, как поступать правильно. Ну и, наконец, читали книги, связанные с основами гражданского права, актуальными проблемами Восифа Покровского. И здесь важный момент, что эти внеюридические истории, они поддерживают юридическое знание и делают его более объемным, более панорамным, позволяя увидеть, что еще такого интересного происходит в мире, помимо юриспруденции. Вот. Хочется дальше сказать, что эти вот майнеры и мейджеры, так называемые, о которых я уже сказал, они стартуют со второго курса. Кроме того, есть еще один важный блок, помимо базового профиля юридического образования, специализации внутри этого юридического образования, помимо внеюридической истории, еще есть то, что называется навыками. Ну, традиционные hard skills – это те жесткие навыки, базовые навыки, которые юристу нужны, исходя из знаний, например, знания образцевых наук, знания юридического письма, то есть навык юридического письма и так далее. А вот мягкие навыки – это навыки коммуникации, общения, подачи информации, взаимодействия в разных языковых средах, в разных мультикультурных средах, то есть то, что формируется постепенно. На этом тоже есть отдельный акцент. В частности, и здесь вот как раз то, что мы называем правовым анализом, начинается со второго полугодия первого курса. Правовых исследований, которые с более поздних курсов начинаются, с юридическое письмо, legal writing, который уже есть, начиная с сентября, там стартовало академическое юридическое письмо. На первом курсе это продолжится, а на втором курсе будет уже практическое юридическое письмо, вплоть до написания уже на более старших курсах меморандумов, юридических заключений, то есть мы идем по принципу от простого к сложному. Юридическое письмо – это тот навык, который формируется достаточно тяжело, если навыки устного уговорения, если навыки презентации, если навыки работы в Powerpoint, они формируются сравнительно рано, и это нормально для современных студентов, то именно навык письма, он ставится очень тяжело. Ну, в общем-то, и взрослые люди не все хорошо пишут, а те, кто только начинает, им твой несложнее, поэтому большое количество письменных работ и упражнений связано с тем, что мы хотим, чтобы наши студенты умели хорошо писать и хорошо излагать свои мысли. По поводу критического мышления иностранных языков тоже важно сказать, почему, потому что… Настя, коллеги, прервал. Потому что свободное искусство подразумевает собой панораму, а панорама невозможна только с базовым английским языком, поэтому мы даем возможность факультативно изучать юридический английский уже с первого курса, на втором году обучение будет интенсивный юридический английский язык уже с более высокими требованиями. Ну и, наконец, второй иностранный язык на выбор дается испанский, немецкий и французский. Можете выбрать любой из них, можете даже вообще ничего не выбирать, но, как правило, студенты выбирают, потому что это бесплатная возможность учить второй иностранный язык. Вот, кроме того, есть интересная система факультативов. На первом году их достаточно много. Вообще, хочется сказать, что аудиторная нагрузка, ребят, довольно высокая. В частности, вот я взял зачетку, у них на первом году обучения, на первом году было, по-моему, 14 зачетов и один экзамен. То есть, учиться нужно много, и факультативы – это то, что позволяет вам в субботу, например, или в вечернее время получить какие-то дополнительные знания. Кто-то выбирает латынь, кто-то выбирает фолстовое искусство, кто-то выбирает право компьютерных игр на более старших курсах, кто-то выбирает, может быть, курсы, связанные с правами отдельных групп населения. Поэтому факультативы – это дополнительная история, которую вы можете брать, можете не брать, она для вас в рамках учебного плана. Но она позволяет расширить себе панораму, получить все знания, которые, может быть, в других возрасте вы не получите. То есть, первый курс, ребята, может быть, об этом расскажут, он очень насыщенный. Он очень насыщенный с точки зрения юриспруденции, с точки зрения внеюргических историй. Поэтому, я думаю, мы об этом скажем чуть-чуть попозже. Что еще здесь важно увидеть? То, что первый курс, который уже стартовал, мы действительно хотели сделать под ключ, чтобы на каждом предмете был заинтересован преподаватель, чтобы не было проходных предметов, чтобы те предметы, которые ввелись, они ввелись с интересом. И здесь, помимо таких регулярных занятий, помимо занятий, связанных с семинарами, лекциями, то, что традиционно присутствует, причем акцент делает с помощью семинарского работы лекционно, потому что семинарская работа более интенсивная. Есть так называемый институт наставничества. То есть, здесь 3-4 наставников работают в мини-группах со студентами по разным тематикам. Они очень разные эти формы. И здесь важная история в том, чтобы наставники, то есть преподаватели поддерживались студентов с точки зрения выбора литературы по теме, с точки зрения работы над курсовым, над письменными работой, над парфилизацией, над ориентацией профессиональной. То есть здесь это уже адресная работа. И это возможно сделать именно на этой программе. Почему? Потому что на больших потоках, где 500 человек, 400 человек, 300 человек, даже 200 человек. Работа с наставниками, она очень сложная, потому что нужно такое количество вовлечь преподавателей, которые бы охватили это большое количество людей. А здесь же программа пока небольшая, где группы можно вполне хватить ребят, которые заинтересованы этим форматом. То есть работа в мини-группах, консультации, советы, более неформальное общение, чем занятие. Кроме того, большое количество заданий даем в рамках разных предметов. Нужно наполнительно много читать. Есть библиотека в RankX, на девятом этаже можно подняться, прочитать, залезть базу данных, получить доступ удаленный к этим материалам и так далее. И в целом преподавательский состав, он такой относительно состоявшийся, молодой одновременно уже ребят, которые участвуют преподаватели и видят заинтересованность. Я думаю, что на каждую позицию преподавателя мы постарались найти того человека, который может донести свою мысль, сообщить ее и сдать определенный уровень требований. Мы постарались делать так, чтобы каждый предмет нашел своего преподавателя, нашел своего слушателя, нашел своего студента. Поэтому я думаю, что тот предмет, который вам нравится, теория права заканчивая история права, вы можете найти к нему свой ключик, свою лазейку, чтобы понять, в чем смысл того или иного предмета, в чем его назначение. Ну и погрузиться в постепенно интеллектуальную среду, которую мы стараемся делать. То есть та программа, которая перед вами, та программа, которая очень плотно сделана, то есть это большая аудиторная нагрузка, это большая работа с источниками, это работа с преподавателями достаточно плотная. И ваша задача, как будущих студентов, в том, чтобы научиться, научить себя учиться. То есть уметь так себе ставить цели, так планировать свою графику, чтобы уметь вовремя много читать, вовремя много что-то рассказывать, включаться. Плюс мы ставим дополнительные возможности. Сейчас некоторые студенты первого курса участвуют в мудкортах, то есть уже работают со старшими курсами. Мудкорты – это игровые конкурсы студентов по праву, модельные конкурсы, которые позволяют имитировать, симулировать в игровых форматах будущий студентный процесс. Поэтому здесь широко открыто это сотрудничество с разными, в том числе и вузами, с разными юридическими фирмами. Мы проводим мастер-классы всевозможные по разным направлениям. И эта программа, которая создается, Legal Liberal Arts, она позволяет на первом курсе создать такую классическую базу для того, чтобы на втором курсе создать профилизацию юриспруденции, для того, чтобы уже потом выбрать какую-то неюридическую историю. Поэтому и здесь, мне кажется, эта программа, которую мы вам демонстрируем, она по своему содержанию, ну, первый курс точно могу сказать, он из лучших в России с точки зрения того, что происходит по контенту, по содержанию, по тем преподавателям, которые здесь есть. И мы стараемся охватить все базовые компетенции, которые нужны юристу. Это и логические компетенции, это и логика, это и философское образование, это и погружение в теорию и историю права. Это и вот сейчас начинается в феврале месяце конституционное право для того, чтобы уже на втором курсе у вас начались подросли права основные, которые традиционно нужны юристу. Плюс внеюридическая специализация и внутриюридическая специализация. Постоянные тут навыки и погружение в профессию. То есть мы здесь говорим о том, что начинаются курсы по построению карьеры и так далее. То есть мы старались делать такую современную программу, которая была бы далекой от курсности, далекой бюрократизированности. И мы хотели бы, чтобы студенты сами себе ставили постепенно цели, были сами инициативными. Мы даже предложили им самим поделиться по группам в самом начале, сделать такую историю, чтобы они сами уже брали в руки ответственность за себя, за свою жизнь, за будущее обучение. Поэтому я думаю, что эта программа для вас, если она вам интересна, если вы готовы много в нее вкладываться в точке зрения своих усилий, я думаю, что, ну, наверное, стоит сказать слово студентам, потому что это очень важная составляющая процесса. Это программа, которая не ориентирована на вертикальную подачу просто от преподавателя к студентам. Да, считается, что образование его не дают, его берут. И я думаю, что студенты, которые сегодня здесь, какие-то совершенно инициативные, расскажут вам более подробно о том, что есть программа представляет внутри. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, голосом или в чате. Можете принимать руку или как угодно демонстрировать свое участие и внимание, пожалуйста. Если вопросов нет пока, то я дам слово студентам. Пожалуйста, Матвей Иванович, первому. Конечно. Здравствуйте, дорогие абитуриенты и их родители. Я, как уже Булат Инирович выразился, я студент первого курса программы Лига Рибервардс и Распруденция. И я сейчас с вами моими впечатлениями. И, в принципе, я бы хотел рассказать в основном про международную направленность нашего образования. Что сколько, опять-таки, такой скелет юридического образования, hard skills, оно, конечно, обязательно присутствует. Но наша программа, она имеет гораздо более широкие связи с международным образованием, с западной моделью образования Либервардс, с английской системой образования. У них есть баклавер права, у нас есть Лига Либервардс. У нас обширный курс Legal Tech, который затрадивает не только российские правовые системы, но и международные правовые системы, LexisNexis, наравне как и LexisNexis, так и консультант-гарант. Наша программа предполагает панорамное изучение правовых систем, как российских, так и зарубежных. У нас есть широкий курс зарубежного права, глобальная юриспруденция, на который я лично и собираюсь дальше идти. Разделение специализации на Major Minor, как уже Блат Венерович выразился, это тоже заимствование из зарубежных международных систем, что тоже, как мне кажется, является огромным плюсом и позволяет студенту самому выбрать уже свою специализацию и свой дальнейший профессиональный путь. На первом курсе изучаются все майнеры, все специализации изучаются на первом курсе, а уже именно на втором курсе идет разделение. Мои впечатления от нашей программы, я считаю, что это отличная программа, прекрасная. Наверное, одна из лучших, если не лучшая в России, и если ни у кого нет вопросов, я бы хотела передать слово Кириллу Шоттину. Вопросов по середине пока нет, благодарю. Да, я тоже студент первого курса Legal Liberal Arts, и я хотел бы, наверное, рассказать скорее о более детальных особенностях нашей программы, потому что она достаточно обширная, она достаточно интересная, она, можно сказать, и правда подготавливает юристов для будущего времени, которое уже постепенно наступает и так далее. Естественно, как мы раньше говорили, у нас разделение идет на Major и Minor, и если на Major, то у нас есть академическая ииспруденция, то есть ииспруденция для политики, управления, университетов, есть глобальная ииспруденция, то есть защита интересов государства, бизнеса, граждан, в международных организациях и средневных инстанциях, и корпоративная ииспруденция, то есть юристы для экономики, бизнеса и финансов. Это фактически вам позволяет выбрать ваш необходимый путь, куда вы хотите дальше развиваться, юристам для чего и в какой направленности вы хотите быть. И, собственно, также и существует дополнительная образовательная специализация, которая позволяет вам расширять углазор, или вот вам может быть что-то интересное, кроме ииспруденции, вы хотите это также изучать. И необходимо сказать, что на нашем направлении используются постоянно новые современные методики обучения, то есть различные периоды лекции, когда мы сами, студенты, готовимся к лекциям, на них отвечаем, это также различные муткоты, как раз и игровые судебные процессы, то есть, например, у нас было на истории государства и права зарубежных стран, мы инициировали токемасию, это один из древнегреческих процессов юридических, вот, или, допустим, как на логике и критическом мышлении мы разыгрывали дебаты, где рассматривали на их примере различные логические уловки, которые также используют и на самом деле юристы в судебных процессах. И, естественно, это сами по себе преподаватели, которые, я не могу сказать, что преподавательский состав, он однородный, он разнообразный, то есть каждый человек, каждый преподаватель сам по-своему уникальный, сам по-своему преподает свой материал, который действительно он понимает, он или она понимает действительно, пытается это рассказать студенту, чтобы он или она это понял. Поэтому я могу сказать, что Legal Liberation Arts – это действительно программа будущего, которая позволяет развить достаточно многогранного специалиста и при этом дать практические знания, не просто теоретические, но и практические знания. У нас существует множество факультативов на этой программе, но про это расскажет уже коллега Дарья Горбачева. Передаю ей слово, если вопросов нет. Вопросов я вижу нет, поэтому я, наверное, начну. Меня зовут Горбачева Дарья, я, как и все, студент первого курса Legal Liberal Arts, и я поступала по Олимпиаде высшая проба по обществу знаний. Поэтому мне хотелось бы больше рассказать про то, какие плюсы я вижу именно для олимпиадников, для ребят, которые уже сейчас замотивированы на то, чтобы получать новые знания, получать какую-то дополнительную информацию, не входящую в стандартный курс. И начну я, наверное, с факультативов как раз-таки, потому что достаточно интересная часть программы. факультативы разные, вы можете выбирать любой, который вам нравится, можете брать все, можете не брать ничего. Например, я брала факультативы по латыни, по философии искусства, и также второй дополнительный язык. На мой взгляд, это очень интересно, очень хорошая возможность для развития. На латыни вы изучаете основы латинского языка, что впоследствии пригодится вам на римском праве, что, в принципе, пригодится в деятельности юриста. Философия искусства – это более такой расслабленный курс, который проводится в галерее картинной. Там вы, грубо говоря, сбрасываете тот груз, ту тяжесть, знания, которые вы получили, и просто отдыхаете. Второй иностранный язык – просто хорошая возможность для изучения языков. И если вы выбираете международную юриспруденцию, вам также пригодится иностранный язык, например, французский, международные юриспруденции. Также мне очень хотелось рассказать вам про преподавательский состав. Преподаватели заинтересованы в том, чтобы дать вам дополнительный материал, то есть обязательно какие-то дополнительные книги, дополнительная литература, видео и так далее, подкасты тоже. Еще у нас есть институт наставничества, и вы выбираете себе преподавателя, который будет помогать вам в сфере ваших профессиональных интересов, будет рассказывать вам какую-то судебную историю, процессуальные моменты, давать литературу также. И просто к кому вы можете прийти с вопросом, рассказать, что у вас происходит, что вы не понимаете, он постарается решить ваши проблемы. Это очень интересно и удобно. Хотелось бы передать слово моей коллеге Марии, чтобы она продолжила эту тему. Да, здравствуйте, друзья. Я тоже студентка первого курса, и я поступала сюда по олимпиаде по английскому языку, поэтому мне очень интересно стать юриспруденцией, сферологией. И, как коллеги уже выразились ранее, мы изучаем, во-первых, английский язык, дальше мы изучаем английский язык в юридической направленности, мы изучаем второй иностранный язык, и у нас есть в рамках soft skills, они подробно не упоминались, но у нас есть legal analysis, research, legal tech был упомянут, illegal writing, в рамках юридического письма мы как раз так изучаем концепцию IROC, например, которая поможет вам в работе как в российской правовой системе, так и за рубежом тоже. То есть, хотела подчеркнуть международную направленность программы, в том числе, то есть она подходит как и для юристов, которые собираются работать в корпорации российской правовой системы, так и за рубежом. И по поводу преподавателей, у нас преподаватели есть с разным бэкграундом, есть преподаватели с опытом работы и обучения в МГУ, в УШЕ, например, также Женева, Колумбия, Университет Колумбии, Кембридж, Оксфорд. И очень интересное домашнее задание всегда, и преподнесение материалов на лекциях, на семинарах. Именно радует это разнообразие. Есть ли какие-то вопросы? Да, коллеги, большое спасибо. Виктор, вы присоединились так немножко с промптом, но если вам хочется, можете тоже рассказать. Здравствуйте. Ну, хотелось бы уже в сравнении, наверное, сказать с тем, что я могу сказать, опираясь на впечатления своих одноклассников и других ребят, которые учатся по тому же самому направлению 40.03.01 юриспруденция, что есть у нас и что, ну, там вряд ли можно представить на этих же программах в других вузах. У нас преподаватели постоянно проявляют инициативу. Например, вот сейчас мы, вот некоторые даже из нас, кто присутствует на собрании, участвуем в подготовке фильмов о известных юристах 20 века. То есть это помогает развивать наши творческие способности. Очень много творческих заданий. То есть вообще я не ожидал, что в юриспруденции именно можно отойти от такого сухого, скупого изложения к более творческому и креативному, возможно, такое слово можно употребить, подходу и применять наши способности для создания произведений, которые будут их потомки наши тоже смотреть. То есть шанс остаться в истории больше, чем... И это уже с самых первых курсов. А что же будет потом? Это даже стоит только... Ну, в общем, например, вот я смог попасть и в Государственный архив Российской Федерации и реализовать свою давнюю мечту. Я занимался историей, поступал по Олимпиаде. Высшая проба по профилю истории. И смог практически свои навыки применить, когда занимался изучением архивного дела для подготовки фильма как раз таки. И другие возможности преподаватели постоянно предлагают. То есть необходимо научиться выбирать те навыки и те компетенции, которые помогут тебе в дальнейшем в профессиональной карьере. И хочется отметить, что программа, вот эта вариативность, она научит уже именно в студенческие годы выбирать и именно строить карьеру так, как желаешь ты, а не что-то вот в таком формате, заданном, шаблонном. Это все-таки очень полезно в наше время, потому что нужно учиться всю жизнь. И именно в студенческие годы необходимо научиться учиться, если можно так выразиться. Все, пожалуй. Виктор, большое вам спасибо. В том числе за такое напутствие. Дорогие гости и участники нашего сегодняшнего обсуждения, есть ли у вас какие-то вопросы? Если есть, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Будем ждать ваших вопросов, пожалуйста. Если нет, то я пока расскажу какие-то, может быть, формальные вещи, которые традиционно очень интересны. Вступить на программу можно двумя способами. Бюджетных мест пять, да, то есть традиционно на них есть конкурс олимпиадников. Это профильные олимпиады. Да, вижу вопрос. Это олимпиады всероссийские. В этом году поступило на пять мест четыре олимпиадника. Вы знаете, что одно место традиционно дается тех, кто поступает по ЕГЭ по социальным категориям, по здоровью или по другим основаниям. По социальным основаниям, в общем-то, и четыре человека поступило по олимпиадам на бюджетные места. На одно место поступил человек, который имеет социальные категории определенные, и два человека поступило по олимпиадам и по ЕГЭ, но на грантовые места. Вот часто, как раз вот один из тех, кто поступил на грантовые места, очень долго расспрашивал, что это такое, немножко опасался, но в целом все нормально, да. Он не платит за обучение, за него платит университет. Это, конечно, требование, чтобы здесь не было двоек, потому что это может повлиять на дальнейшую судьбу. Поэтому здесь, прежде всего, хочется сказать, что если вы олимпиадник или вы отличник, или вы хорошо, правильно, долго, упорно, любите работать, пожалуйста, там программа. Вот. Есть для остальных системы скидок по поводу стоимости обучения. В прошлом году было 380 тысяч. Я думаю, что в этом году, ну, наверное, будет 400 тысяч стоимость обучения. Есть система скидок, там 10-20%. В зависимости от того, какой балл это ЕГЭ наберет. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что стоимость обучения будет, наверное, вращаться около 400 тысяч. Вот. Что-то еще, может быть, да, важно. Еще раз скажу, ЕГЭ, русские общества знания и на выбор иностранный или история, то есть и экзамена по ЕГЭ плюс, баллы за индивидуальные достижения, они тоже учитываются. Вот. Есть ли еще, коллеги, какие-то вопросы, чтобы мы постарались на них ответить с точки зрения и содержания, и формальных моментов. Те, кто поступили по Олимпиадам, им дается общежитие. Может быть, кратко коллеги расскажете об условиях проживания в общежитии, потому что традиционно это, особенно ребят не из Москвы, волнует. Какие условия, какое качество жизни, далеко ли ходить до учебы и так далее. Да, могу рассказать мы с Марией, в принципе. Общежитие на территории РНХИКС, поэтому идти до учебы не особо долго. Общежитие отремонтированное, оно практически новое, полтора года вроде бы, если я не ошибаюсь. Комната на двоих человек, в комнате душ, туалет есть, две кровати, стол, пробковые доски, зеркала, тумбочки, все как надо. Кухня на этаже. На этаже также есть зоны отдыха с диванчиками, есть учебные комнаты, где вы можете заниматься, то есть приходить в любое время, они открыты. В принципе, общежитие хорошее, то есть если сравнивать, все отлично. Мария, у вас есть что дополнить? Да, практически гостиничное условие, было мое первое впечатление при заселении. То есть, как даже сказала, полтора года общежитию нашему, оно в идеальном состоянии, находится новая мебель и довольно дружественный персонал. Общежитие, охранники и коменданты. А коллеги, то есть те, кто поступает в Олимпиаду, их заселяют в те общежития, которые находятся рядом. Ну, такая особенность, что у Анкрицы не так много общежитий, хотя те, которые есть, они хорошие. Для коммерческих студентов, к сожалению, нет возможности представить общежитие, но в ряде случаев мы там ищем через дружественные университеты какие-то общежития, которые, может быть, не так далеко находятся от нашего конкурса. Виктор, Кирилл, как вы этот вопрос на себя решили? Просто мне тоже интересно. Ну, так как я поступал без общежития, я могу сказать, что, в принципе, даже если вы иногородний студент, скажем так, или из другой области, или из Подмосковья, допустим, того же самого, то я могу сказать, что, в принципе, найти жилье достаточно удобно, достаточно легко можно найти жилье, плюс многие студенты, певокосики, особенно, они вместе собираются, да, они могут быть из разных, допустим, из одного направления, из одного факультета и испытательства, из разных направлений, они вместе ищут, где жить им, квартиру, комнату, двухкомнатную квартиру, неважно. Вот, поэтому, в любом случае, с жильем вы одни не останетесь, мне просто повезло, у меня живут друзья, очень множество знакомств и друзей в Москве, поэтому я достаточно быстро нашел жилье. Певокоска, ну, да, в принципе, я тоже во время очного обучения снимал комнату, вот, сейчас я каким образом пытаюсь решить вопрос, я пытаюсь на основании того, что я получил льготный статус, попасть в общежитие, там, как в первоочередном порядке, возможно, это получится, скорее даже получится, вот, ну, в целом, можно это решить, главное этим вопросом, а заранее об этом подумать, вот, все. Коллеги, может быть, еще вопросы какие-то возникли, кроме стоимости обучения, что-то связанное с содержанием, с еще другими интересными моментами, пока есть вот эта возможность, можете задавать, опять, если нет вопросов, то хочу сказать, что, в принципе, чем больше вы учитесь, чем дальше, чем старше вы становитесь, как студент, тем больше у вас должна быть вариативность, то есть, на первом курсе не так много возможностей выбора, прежде всего, это касается факультативов, на втором курсе, и на третьем, и на четвертом уже вариативность повышается, и только факультативы, но еще и треки, то есть, по отдельным направлениям внутри экспрессии, по отдельным направлениям внутри майнера, на первом году обучения также есть четыре вводных курса, во все эти майнеры дополнительно образовательной траектории, то есть, в первом полугодии состоялись вводные курсы по журналистике, состоялись вводные курсы по экономике, а во втором полугодии был вводный курс по психологии, и вводный курс по международным отношениям, на зарубежном регионоведении, для того, чтобы ребята выбрали одно из четырех неюргических направлений, может быть, тогда, если не сложно, дорогие студенты, расскажите пару слов, кто-то про экономику, кто-то по журналистику, кому что нравится, просто в порядке инициативы, кто хотел бы о чем рассказать, из этих двух направлений, чтобы понять, как они, в принципе, вам подсказывают, что из дополнительных образовательных треков выглядели, пожалуйста. Продолжай. Могу сказать про журналистику, например, у нас был преподаватель, сотрудник ТАСС, вот, кстати, про преподаватели, многие из них практики, не только академики, поэтому могут поделиться своими историями, что тоже очень познавательно, и было, в общем, интересно, потому что преподаватель нам предлагал реальные практические задания, и тоже есть такая история, что он прекрасно понимал, далеко не все студенты после окончания юридического факультета станут чисто юристами, и как раз таки развитие в сфере журналистики поможет развиваться дальше в юридической журналистике, в правовой публицистике, например. Спасибо большое, Дарья, вам про экономику. Я хотела более так, обзорно рассказать, потому что я, наверное, выберу психологию, а лекций по психологии у нас еще не было. Экономика. Достаточно было интересно, первые два месяца мы изучали микроэкономику, затем на последних двух месяцах мы перешли к макроэкономике. За это время у нас было два преподавателя, один вел у нас микроэкономику, второй, соответственно, макроэкономику. Оба преподавателя очень интересно рассказывали, преподносили материал. Преподаватель по макроэкономике рассказывал нам свою практику, она обучалась не только в России, но и за рубежом, поэтому могла нам предоставить различные взгляды и литературу не только на русском, но и на иностранном языке. Про журналистику, как Мария уже сказала, в принципе, добавить нечего. И у нас вчера буквально была лекция по международным отношениям. Пока это просто обзорный курс, но если вы выберете это направление, мы будем продолжать изучать международные отношения уже более углублено, а не обзорно, как сейчас наша тема это Россия в международных отношениях на протяжении всей истории. И конкретно в данный момент. Поэтому очень интересно есть пространство для выбора. Большое спасибо. По-моему, пока вопрос не разникло, поэтому мы будем генерировать из себя самих. Я думаю, что, может быть, еще хочется рассказать о навыках. То есть в ближайшее время у ребят стартуют два интересных проекта, я тоже расскажу, пользуясь случаем. Первый курс, первый, точнее, это направление, связанное с навыками юридического анализа Виктора Петрова из компании Vegas Lex, которая занимается арбитражной практикой, будет рассказывать. Он еще тренер команды по мудкорпам. Мы специально этот курс для него адаптировали. Он будет рассказывать, как читать документы, как писать документы, как анализировать отдельные высказывания. Поэтому я думаю, что этот курс будет интересным. Именно курс на анализ юридической документации, на структурирование текста и так далее. Кроме того, в первом полугодии был курс по академическому и юридическому письму. Вот, может быть, если ребята хотите поделиться, как этот курс влияет на подготовку и помогает для написания письменных работ по другим примерам. То есть, по теории, по истории права пишите эссе, эфираты. Как этот курс помог вам с точки зрения структурирования этих работ, подбора литературы, оформления сносок, то есть, как такие методологические, методические предметы позволяют, скажем так, по-другому взглянуть на обычные предметы знания его характера, типа конституционного права или римского права. Вот, пару слов об этом. Ну, возьмусь на себя такую, скажем так, ответственность. В первом полугодии у нас в целом был предмет, который назывался коммуникативная культура речи в письменной и устной речи, которая позволяла нам развивать не просто культуру речи, но также рассматривать различные иностранные стандарты оформления различных юридических документов, так называемых summary на английском, то есть, скажем так, обзора на какое-то определенное дело. И мы, допустим, на этом предмете рассматривали, как выглядят судебные заключения или судебное избирательство в англандосаксонской системе, когда, допустим, пусть у нас система основана на римском праве. Также культура речи позволила нам использовать достаточно различные навыки конспектирования, систематизации информации, потому что мы все-таки пришли первый раз в университет. Это абсолютно другой формат обучения, нежели в школе, когда нам не просто надиктовывают материал, а введут лекции, и нам надо понять, уловить, как правильно систематизировать информацию и лекции, как оформлять потом семинарские работы. И культура, коммуникативная культура речи позволяла нам понять, как это работает, что с этим делать и так далее. И также это вопрос, также, конечно же, сносок, это рассматривание различных форматов библиографии, оформление библиографии, допустим, для курсовых работ, что-то также нам помогает в настоящее время. И со второго семенства у нас началось уже юридическое письмо, где мы проходим именно, скажем так, можно сказать, и этику одновременно профессиональной переписки, и также оформление документов, то есть понимание, что именно необходимо включить в юридический документ, который мы отсылаем нашему клиенту, заказчику, неважно. Спасибо большое, Кирилл. То есть, те предметы, которые, ну, методический характер, они поддерживают не только самих себя, но и те предметы, которые есть на уровне базовых юридических курсов. Вот. Что еще может быть стоит добавить? Давайте подумаем. Я думаю, что традиционно, да, в конце тот, кто закончит эту программу, получит диплом юриста, да, увидит, наверное, в дипломе ряд предметов, которые связаны с дополнительной образовательной траекторией, плюс те предметы, которые связаны с специализацией внутри юриспруденции. Поэтому я думаю, что это будет полноценный юрист и та панорама, которая позволяет ему общаться с неюристами на не просто уровне базовых понятий, но на каком-то более глубоком уровне. И здесь важно еще, то, что вы можете потом преобрести навыки критического мышления, то есть не просто с точки зрения того, что есть какие-то ложные ловушки памяти, эффекты памяти есть две, как у Дэвида Каннамана две системы, первая, вторая, одна стремится очень критично, внимательно отнести к тому, что видите, а вторая система стремится побыстрее усвоить информацию и создать безопасность какой-то, не вчитываться, воспринимать реальность как бы в целом дистраматического и длительного сознания просто быстрее ее понять. То есть эти навыки критического мышления формируются в других предметах, ну плюс, конечно, еще критическое мышление коллеги формируется не только исходя из каких-то когнитивных моментов, но и связано, конечно, с базовым знанием каких-то предметов, которые позволяют увидеть широту мысли. Такие предметы, философия, мне кажется, вот такой курс, который был, ребята, достаточно интересный, пригласил интересных секретарх и семинариста. Кроме того, будет история политических правовых учений на данном курсе по выбору предметов, который позволяет увидеть, как по-разному люди думают о праве в разные эпохи и так далее. Будут курсы, связанные с суверенитетом, курсы, связанные с юридическими лицами, курсы, связанные с банкротством, поэтому те курсы, которые есть, в правах наши предметов мне кажется, важны. И я вам очень советую зайти на сайт. Можете, как бы, коллеги, те, кто гости, просто ключики поставить, заходили ли на наш сайт, смотрели ли информацию, если нет, то сейчас расширить этот сайт, чтобы вы могли в него зайти. Заходили ли вы на сайт нашей программы, видели ли вы его, имейте на нем представление, чтобы понять, можно ли, как курсы. Тогда я поделюсь ссылкой тщательно, чтобы вам было быстрее. Коллеги, есть ли еще вопросы по сути программы, по ее содержанию существу, дорогие гости? Ну, если нет, тогда мы, наверное, будем завершать. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Благодарю Владимира, я очень благодарю наших студентов, которые сегодня выступили такими многочисленными локомотивами нашего обсуждения за живое непосредственное общение. Я думаю, что мы продолжим как раз нашу работу. Я ребятам хочу пожелать тем, кто уже учится, успехов, потому что у вас сегодня, так понимаю, римское право, да, у вас было? Какие еще предметы у вас сегодня? Ну, просто ради интереса. На этой неделе какие предметы, примерно, абитуриенты понимали, чему учиться на первом классе? Правоохранительные органы, римское право и основы проектной работы в профессиональной деятельности? Да, часть занятий идет в Думе или в MS Teams в онлайне, потому что ограничения вводимые, они на этот момент действуют, и постепенно, я думаю, что мы перейдем к уфальному обучению, где-то, наверное, шесть дней студенты учатся, из них, наверное, либо четыре очно, либо два, постепенно к этому будем к нормальному режиму переходить, четыре очно, два в онлайне, либо три и три, сейчас пока длится онлайн обучение, потому что ограничения пока не сняли, я думаю, что в дальнейшее время мы перейдем к режиму 4.2. Онлайн, как и в большей степени касается лекционных занятий, потому что семинарские занятия в дистанционном режиме не очень нравятся, как они ведутся, с точки зрения того, увлеченности, поэтому мы, конечно, призываем к тому, чтобы, если и уводить что-то в онлайн, то скорее больше лекционные форматы, которые позволяют как-то не снижать качество за счет перевода в онлайн, поэтому я думаю, что сочетание оффлайна и онлайна сохранится, но увеличение в сторону живого непосредственного общения в Дании, на юго-западе, собственно, основные занятия проходят здесь, никуда не нужно ездить, кроме этого места, в других местах занятий нет, занятия проходят либо здесь, то есть на кампусе, либо в первом корпусе, либо в пятом корпусе, но все равно все близко, либо же в онлайне, в институте, в зуме, в Google Meet, там кто-то использует тех форматов, которые удобны. Если на этом все, то я еще раз себя благодарю. Всего самого хорошего ждем у нас на программе, будем рады, если вы расскажете о нашей программе кому-то еще, о своем близком, знакомом, детям, родственникам, друзьям, одноклассникам. Тогда всего самого хорошего и до встречи у нас на программе или на той программе, которая вы будете себя выглядеть. Всего хорошего, до свидания. Спасибо.